Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в клуб романтики и переходим к истории Королева за 30 дней. Серия пятая, сезон второй. Поиски Ричарда идут полным ходом. Глава пятая. Королева-детектив. Мрачный Адам подобрал тебя на парковке бара и сразу рванул в поток машин. Как дела? Мы знаем, кто был водителем мусоровоза. И? И пока всё. Мы попробовали пробить и его напарников по команде, но, увы. Ну что ж, водитель — это уже что-то. Мы едем на свалку? На мусороперерабатывающий завод. Понятно. Давай сразу решим, как будем добывать информацию. Ну... Я предлагаю спокойно поговорить с ними. Если ему нечего скрывать, он всё расскажет. А если есть... Тогда мы подключим к делу более компетентных людей. Отлично. Остаток пути вы провели в мрачном молчании. Выбравшись из машины, ты с готовностью сморщила носик. Да, уж не цветочными лугами попахивает. Давай закончим с этим побыстрее и вернёмся к цветочным лугам. Давай. Думаю, есть смысл поискать его среди мусоровозов. Он с интересом посмотрел по сторонам и двинулся вдоль стройного ряда машин. А ты хоть знаешь, как он выглядит? Вопрос на миллион. Он встал, огляделся по сторонам и вдруг гаркнул. Амар Валери. Его зовут Амар? Вот это имечко. Ась? Вы Амар? Добрый день. Привет, что вам нужно? Нам нужно... Просто поговорить. О чём? Видите ли, мы по уши в проблемах. Но нам кажется, что вы можете нам помочь. Денег нет. Мы бы предпочли достоверную информацию. О чём? У нас пропал друг, и нам кажется, что вы можете помочь его найти. Так бы сразу и сказали. Друзья — это святое. Тогда ответьте нам на несколько вопросов. Выбранный вами метод допроса сработал. Хорошо, спрашивайте. Сегодняшняя смена? Как она прошла? Вообще-то не совсем обычно. Поясните. Во-первых, нам изменили маршрут. Путевой лист начинался с дворца, хотя обычно мы приезжаем туда около семи. Во-вторых, нас было четверо. Обычно максимум трое. И я никого из них не знал, все новички. А так я всех на заводе знаю. Они странные какие-то были, молчали, все злые совсем. И ещё мне кое-что показалось. Он почесал в затылке, вздохнул и махнул на мусоровоз. Едем мы, короче, из дворца. Да уж, непростая у нас жизнь. Зато работа добрая, полезная. А вы, ребята, совсем новички, я смотрю. Кто ж так мусор кидает? Ну ничего, быстро привыкните. Научитесь. Машина остановилась на светофоре, ворча двигателем. В боковом зеркале вдруг наметилось какое-то движение. Что там происходит? Кто там встал за мной? Все полосы же свободны. Бррррр, бах. Машина зашаталась, как будто кто-то прыгнул на подножку. Что делать? Забеспокоиться. Э-э-э, а что они там делают, а? Сиди смирно. Ты чего? Я пойду посмотрю. Под нос себе смотри. Э-э, что-то мне не по себе от его взгляда. Лучше и правда не вмешиваться. Стоп, куда это он на красный? Из-за мусоровоза вынырнул бусик и, разогнавшись по второй полосе, резко вырулил влево. И номер не местный, а F-03-03-J. Странный какой-то. Поехали, чё стоишь? А, да. Мусоровоз ожил и аккуратно повернул направо. Как мы вернулись на базу? Я их и не видел больше. Вы запомнили номер. Это потрясающе. У меня хорошая память на номера. На Аспор могу запомнить десяток за две минуты. А вы можете описать нам этих людей? Мужчина с сомнением почесал в затылке. Я что-то сомневаюсь, что этим парням понравится, что я распускаю язык. Сами их ищите, а я не хочу в это лезть. Я гарантирую вашу безопасность. А что, сами они не догадаются, кто им рассказал? Мы могли всё узнать от администрации или с камер. Логично. Только обещайте, что не скажете им про меня. Обещаю. Ну ладно. Значит, двое сзади, они такие большие были. Но туповатые на вид. Такие мускулистые. А вот кто со мной сидел, щупленький такой, зато глаза умные и злые. Вспомнил. У него тату была на шее. Змея вроде. А, и ещё я видел водителя Бусика. Такой очкарик. Блондин вроде. И в пальто. Точно, пальто песочного цвета. Я ещё подумал, странно, на улице совсем не холодно. Пальто, очки. Смешно, но это похоже на Симона, Адам. Симона? Дружка Маца? Это неправдоподобно, но я проверю. Спасибо вам за информацию, Амар. Надеюсь, вы не откажетесь поговорить, если вспомните что-то ещё. Ни за что. Я и так слишком много разболтал. Что ж, всё равно спасибо. Доброго вам дня. До свидания. Вы двинулись назад к машине Адама. Что ты об этом думаешь? У нас есть номер, и мы знаем перекрёсток, где он был. Это великолепно. Я думаю, в течение часа мы выясним его маршрут. Ты будешь кому-то звонить? Да. Давай заедем в какой-нибудь мол. Пока ты будешь звонить, я выберу что-нибудь. А то в этом мне как-то неуютно бегать по свалкам. Адам кивнул и первый нырнул в машину. Бросив Адама за столиком маленького кафе, ты отправилась за одеждой. Живым или мёртвым. Девушка-детектив. Неброско и удобно. Беру бесплатный вариант. Когда ты вернулась к столику в кафе, Адам одобрительно улыбнулся. Как я выгляжу? Не изменяешь своей восхитительности. Плёхнувшись на стул и рядом с ним, ты утащила печеньку с его тарелки. Адам, скажи. Как давно вы дружите с Ричардом? С самого детства. А что? Я просто подумала. Ты всё время рядом с ним. Это же, наверное, утомительно. Ха. Да он заноза в заднице. И я собственными руками подписался на защиту этой занузы. Вот незадача. Я не понимаю, откуда такая нежная привязанность? Но нам было около шести лет. Это будет лучший снеговик за всю историю снеговиков. Он станет вождём снеговиков и будет править мудро и долго. Откуда-то сбоку раздался удалой вскрик. Атакуйте мои верные воины! Персы должны склониться перед нами. Э? Ату их, ату! Одним ловким движением руки мальчишка снес голову снеговику. Она развалилась на части, усыпав юного воителя снежной пылью. Эй! Ты чего делаешь? Ты тоже не желаешь склониться перед моей мощью? Знай же, имя мне Александр, и я великий воин. Да я тебе сейчас! Что делать? Кинуть в него снежком. Пыхтя от злости, мальчик схватил смёрзшийся комок снега и свырнул его в обидчика. Попадание вышло удачным. И принялся макать его лицом в сугроб. Сдаёшься? Ни за что! Ты проиграл! Не бывать этому, пока я жив! Ричард, где ты? Ух, чёрт! Быстро прячься! А? Это король, мой папа! Он тебя накажет! Выскользнув из-под растерянного Адама, Ричард вскочил и толкнул соперника за куст. Ложись! Зачем? Двое же! Нет времени! Как только Адам улёгся на землю, Ричард заработал руками, сгребая на него снег. Едва он закончил, когда Адама снова донёсся мужской голос. Ричард, что? Боги, Ричард, что с твоим лицом? Кто тебя ударил? Немедленно расскажи. Никто. Я сам ударился. Ричард, ты врёшь мне. Я играл с палкой и снеговиком, И случайно ударил себя палкой. Если ты немедленно не расскажешь мне правду, Я тебя накажу. Но это и есть правда. И так далее, и в том же духе. Он меня так и не выдал. Я потом сам рассказал обо всём отцу. Оба получили по заднице, и я, и Ричард. Зато зауважали друг друга, И с тех пор так и дружим. Значит, дружба, скреплённая кулаками. А ты бы так поступила на моём месте? Я бы... Я даже не знаю. Я бы не стала жаловаться. Но и драться я бы точно не полезла. Обругать его последними словами тоже как-то... Глупо. Он мог сам полезть со мной и драться за это. Я бы, наверное, просто обиделась и ушла. Но скажем, что тоже дала бы ему в нос. Нечего обижать моего снеговика. Адам хмыкнул и хотел было что-то сказать, но тут его телефон зазвенел. Извини, надо ответить. Алло, да. Отлично, записываю. Да, спасибо. Отбой. Джессика, у нас с тобой есть адрес, где стоит бус. По коням. Сунув официантке купюру, Адам рысью рванулся прочь из ТЦ. Припарковавшись, Адам внимательно оглядел окрестности, не покидая машины. Что-то не так? Я пытаюсь понять кое-что. Неужели они настолько тупые, что просто бросили машину здесь, где её можно отследить? Или настолько самоуверенные, что даже не стали заметать следы? Адам, там какой-то человек. Где? А, вижу. И что же этот мужик здесь ищет, м? По-моему, там какая-то дверь. Так, сиди в машине, я скоро вернусь. Ну уж нет. Джессика, ты когда-нибудь научишься слушать старших? Я буду полезна. Я не буду лезть вперёд, а ещё я могу закричать в случае авто. Безопасности. И позвонить в полицию. Я полезная, возьми меня. Ты невыносима. Лучшая боевая подруга на свете, но невыносимая. Ладно, иди сзади, смотри по сторонам. Если увидишь кого-то опасного, дай знать. Есть командир? О, смотри, он куда-то спускается. Бегом. Беспечный мужчина даже не удосушился закрыть за собой дверь. Ты тихо скользнула внутрь за спиной Адама и придержала дверь, чтобы она не стукнула. Адам бесшумно шагнул к проёму комнаты, откуда доносилось ворчание. Да где же он? Я его точно где-то здесь уронил. Ты осторожно юркнула за ним и выглянула из-за проёма двери. Это татуировка. Похоже, это тот самый мужик, о котором говорил Амар. Осторожно осматривая помещение, ты вдруг заметила. Кулон-единорог. Адам, глянь! Коротко посмотрев в указанную тобой сторону, Адам сжал кулаки. Это принадлежит Ричарду. Готовься, сейчас будем брать его. Выждав момента, когда мужчина отвернётся от двери, Адам кошкой прыгнул внутрь. Он неслышно пробежал три шага и, наклонившись, внезапным рывком дёрнул несчастного за голени. С глухим вскриком мужчина рухнул вниз, приложившись лицом о землю. Адам тут же уселся сверху, больно выкрутив заложнику руки. Ааа, какого чёрта? Ну что, мразь, попался? Ты понимаешь, что я тебе все зубы сейчас вырву? Ааа, помогите! Что с ним? Он жив, клянусь, он жив и цел! Уже хорошо. Дорогая, мне отсюда неудобно допрашивать нашего пленного. Давай ты. Хорошо. Ох, мы же ничего не знаем. Может, попробовать блеф? Ты села на корточке перед мужчиной и холодно оглядела его. Ну что? Ну что? Мы знаем почти всё. Мы знаем, кто вы такие и зачем вы это сделали. Мы даже знаем, в какую сторону вы его увезли. Вопрос, зачем нам ты? Может, мы просто тебя убьём? Ааа, нет, я... Вы без меня его не найдёте. По нашему маршруту не было камер. Резонно. Ты можешь слегка облегчить нашу задачу. Но стоит ли твоя информация о твоей жизни? Стоит. Однозначно стоит. Ну, посмотрим. Говори. Что вы хотите знать? Куда конкретно вы его увезли? Я не знаю. Ааа, в горы! В горы на северо-запад. В сорока километрах. А что в горах? Ну, там лес. И? И всё. Ааа, там замок. Всё, я знаю, где это. Охрана? Никого нет, совсем. Ааа, дороги перекрыли все. А внутри? Никого. Ааа, папка какая-то сумасшедшая. И всё, клянусь. Наших никого. Отлично. Дорогая, дай мне вон ту верёвочку. Он ловко скрутил между собой ноги и руки пленника. Лежи смирно. Тебя скоро заберут. Поманив тебя за собой, Адам вышел. Пока Адам отзванивался своим товарищам, ты нервно крутила найденный кулон в руках. Наконец, мужчина положил трубку. Адам, ты уверен, что это принадлежит Ричарду? Такие есть у всей королевской семьи. Это такой местный знак власти. Ты задумчиво тронула кулон на своей шее. Да, я помню. Что нам теперь делать? Адам шумно и нервно выдохнул. Я знаю это место. Туда так просто не проберёшься. Если они перекрыли дороги, незамеченными мы не пройдём. И нам нельзя их спугнуть. Если они поймут, что дело плохо, они могут навредить Ричарду. Тогда пойдём вдвоём. Опять решила влезть в неприятности? Я ведь доказала, что я боевая подруга. Вдвоём мы будем более незаметны. Мы можем даже сойти за туристов. А ещё... У меня есть идея. Скажи, тебе понравилось ездить на лошади? Эм... Да, очень. Отлично. Мы едем на лошадях. Прикольно. Я знаю одну горную тропу. Она длинная. Пешком мы вымотаемся. Зато на лошадях будет самое то. Эм... Это совершенно безумная идея. Ненамного безумнее, чем то, что ты едешь со мной. А мы точно сможем. Если никто не струсит, то да. На что это ты намекаешь? На то, что вон там приехали мои ребятки. Сейчас я проинструктирую их по поводу того мужика и поедем во дворец. Как только за ним захлопнулась дверь, зазвонил твой телефон. Алло? Привет, малышка. Ты, случаем, не во дворце? Нет, но буду там где-то через полчаса. Надеюсь, ты не против моей компании? Эм... Нет. Тогда встретимся в гостевом крыле через полчаса. Чао. Ты положила трубку, несколько обескураженная. Через несколько минут довольный адом сел обратно и завел двигатель. Прости, мне придется оставить тебя во дворце ненадолго. Надо кое-что подготовить. Не вопрос. Я как раз собиралась встретиться с Вильямой. Вот как? Собираешься выяснить, кому предназначалась записка? Ага. Отлично. Тогда я наберу тебя, как закончу. Договорились. Наверх ты поднималась со смешанными чувствами. Вильма, верная своему слову, встретила тебя возле твоей комнаты. Привет, зайка. Ну что? Готова узнать маленький секрет Джулии? Более чем. Я... Все-таки хочу его узнать. А почему мне не нужно платить за него алмазы? Это странно. Я, получается, за него уже платила, так? Вильма широко улыбнулась. Отлично. Тогда вот тебе камера и пойдем. Вы получили фотокамеру. Компактная и надежная. Взять. Погоди. Прежде чем мы пойдем, ответь мне на один вопрос. Да? Зачем тебе это? Я не люблю Джулию. Эм... И все? Поверь мне, этого более чем достаточно. А теперь пошли, пока не поздно. Вильма повела тебя пустынными коридорами куда-то в недра дворца. Наконец она остановилась возле неприметной двери и, воровато оглядевшись, открыла ее. Схватив тебя за руку, она втянула тебя внутрь и тут же скользнула вбок к длинному балкону. Где мы? Тссс! Говори тише. Она глазами указала на другой конец балкона и зашептала. Раньше этот балкон был разделен решеткой, но ее увезли на замену. Так что отсюда всё отлично видно и слышно. Ты подкралась ближе, осторожно выглянула из-за перегородки. Полуголая Джулия. Прикольно. Карло. Доставай камеру. Ты потянулась за камерой, но тут твоё внимание привлекло кое-что другое. На стене было изображение единорога. Погоди. Под удивлённым взглядом Вильмы ты достала карту туннелей и внимательно её изучила. Ага, судя по всему, здесь есть туннель. Там наверняка сплошная стена, но есть смысл проверить. Достав кулон, ты приложила его к единорогу. После нескольких секунд тишины в комнате что-то зашуршало. Иди за мной. Заинтригованная Вильма двинулась следом. Когда вы втиснулись в узкий проход, девушка поражённо зашипела. Ничего себе! Где? Что это такое? Потом как-нибудь расскажу. Давай осмотрим стены. Может, нам удастся подсмотреть за ней отсюда? Ты начала водить руками вдоль стены. Вдруг твои пальцы наткнулись на небольшой рычажок. Надеюсь, он не откроет проход в стене. То-то Джулия удивится. Ты осторожно дёрнула рычаг в сторону. Железная заслонка бесшумно скользнула в сторону, обнажив какую-то полость. Смотри, что я нашла! Я знаю, что это. У Джулии на стене висит оленья голова. Глаза и ноздри оленя оказались полыми и достаточно широкими для подглядывания. Ты достала камеру и прильнула глазом к одной из полостей. Я не могу так больше. Я не могу больше слушаться её и жить в этой ненависти. Милая. Я просто хочу уехать с тобой далеко-далеко. Туда, где будет только пляж и тишина и шелест ветра. Я хочу, чтобы ты забрал меня отсюда, Карла. Я не могу, любимая. Ты знаешь, что я не могу. Я знаю. Она вдруг уткнулась лицом в его грудь и всхлипнула. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Он приподнял её лицо, мягко поцеловал её подбородок, шею, спустился ниже. Карло. Она ахнула и выгнулась под его нежными ласками. Вот сейчас самая пора снимать. Что делать? Блин. Сделать снимок, ладно. Вы собрали компромат на Джулию. Ты подняла камеру. Затвор еле слышно щелкнул несколько раз. Через несколько минут вы вышли из туннеля под тихие стоны Джулии. В общем, Холли Вильма, отдышавшись, тряхнула волосами. Отлично, теперь у тебя есть сочный компромат на стерву. Да уж. Ты вытащила из камеры флешку и сунула себе в карман. Пусть побудет у меня до лучших времён. Прищурившись, Вильма улыбнулась краешком губ. Джессика, ты не хочешь узнать, кому предназначалась моя записка? Оу, я... Ну... Ладно, хочу. Девушка довольно прищурилась, как большая сытая кошка. Тогда следуй за мной. Она повела тебя вниз по лестнице, прочь из дворца. Ещё в машине Вильма потребовала, чтобы ты закрыла глаза. Взяв тебя за руку, она осторожно вела тебя по шуршащему гравию, потом три ступеньки вниз. Наконец, за тобой хлопнула дверь, и Вильма разрешила смотреть. Ого, где это мы? Ещё в черте города. Добро пожаловать, Джессика. Даниэль, а ты здесь откуда? Ну, это вообще-то мой дом. Вильма, ты ведь сказала ей, что она приглашена на ужин? Ага, и на ужин, и поиграть. Мужчина выгнал бровь, складывая руки на груди. Придержи коней, дорогая. Джессика, ты голодна? Может, хочешь вина? Я... Я бы перекусила. Даниэль приглашающе указал на кресло и маленький столик. Боюсь, у нас сплошные салатики и фруктики. Вильма вечно худеет. Салатик, это клёво. Даниэль услужливо набрал для тебя тарелку, и ты с удовольствием вгрызлась в зелень. Ммм, так вы, ребята, вроде как вместе? Нет, мы просто немножко дружим. Ага, просто дружим. Хм, кажется, дружит тут только Вильма. И та записка была для тебя, Даниэль? Да, Вильма сказала, что ты нашла её в комнате Ричарда. Я мог выбросить её там, когда заходил обсудить дела. Это всё объясняет? Ну и отлично. А ты ведь решила, что я и его высочество? Ну, типа того, да. Это было бы пикантно. Глаза Даниэля вдруг сверкнули странным огнём. Вильма, тебе ведь не нравилось его величество? Ну, почему? Он очень приятный мужчина. Серьёзно? У него такие сильные руки, такой приятный бархатный голос. И знаешь, как он умеет делать? Не дожидаясь продолжения, Даниэль запустил пятерню в её волосы, запрокидывая ей голову. Так? Наклонив голову, он с нажимом провёл языком по её шее, укусил мочку уха. Или так? Его вторая рука спустилась вниз по её талии и вдруг звонко шлёпнула по упругой ягодице. Или может вот так? Нет. Она вдруг вывернулась из его рук, скользнула к тебе и прижалась грудью к твоей груди. Вот так. Отстраниться. Ребята, я не уверена, что хочу принимать участие. Вильма послушно шагнула назад, оправляя волосы. Здесь никто никого ни к чему не принуждает, Джессика. Ты вольна делать всё, что считаешь нужным. Она мягко улыбнулась и повела плечами, стряхивая с себя возбуждение. Даниэль, мы ужасно грубые и даже не предложили красавице чаю. Ничего страшного, мне не хочется. Правда? Да, я не хочу вам мешать. Лучше вернусь во дворец. Ты ни в коем случае нам не помешаешь. Я всё-таки поеду. Разумеется, сейчас я вызову такси. Вильма и Даниэль тепло распрощались с тобой перед тем, как усадить тебя в такси. Я действительно немного устала. Успею отдохнуть перед звонком Адама. Ввалившись в свою комнату, ты застыла. Ну, привет. Что, Питер? Это как возможно вообще? Я не знаю, что это значит. Я скоро прочитаю следующую серию и мы обо всём узнаем. В общем, ребят, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!